Слово «рестлинг» уже давно ассоциируется у обывателей с жесткими столкновениями на ринге, постановочными схватками и эффектными шоу. При всем при этом видом спорта это занятие не считается. Зато такой честью обладает масс-рестлинг. Спортивная дисциплина хоть и имеет в своем названии корень того самого боевого шоу, однако на деле выглядит совсем иначе. Именно это сегодня пытается донести Приморская Федерация этого вида спорта. Это бесконтактная борьба. Чем она безопасна? Ты не бьешь соперника, тебя никто не бьет. Ты сел, взял за снаряд, за палку. Кто кого перетянет? Кто сильнее, тот победил. Ты никого не травмируешь, тебя никто не травмирует. Тут целиком как твоя голова работает, так ты побуждаешь. Масс-рестлинг – это национальный вид спорта Якутии. Исторический фактор и суровая жизнь на крайнем морозном севере привели к тому, что сегодня это занятие находится в рационе у каждого уважающего себя местного спортсмена. С 2003 года масс-рестлинг признан как вид спорта по всей России. Его правила до боли просты. Два соперника садятся на помост, упираются ногами в деревянную доску, берутся за так называемый масс, то есть палку и начинают тянуть его на себя. Перетягивание идет до тех пор, пока один из спортсменов не отпустит палку или не оторвется обеими ногами от доски. И если на словах все это просто, на деле работа телом ведется колоссальная. Приморская федерация работает с 2012 года. На уровне края соревнования проходит два-три раза в год. В планах повысить как количество, так и качество турниров, а в 2018 году и вовсе принять чемпионаты первенства России. Преградой является только то, что об этом виде спорта мало кто знает, поэтому и поддержка у местного масс-рестлинга подобающая. Спортсменов хватает, участников тоже хватает. Внимание, видите, у нас видов спорта много. То есть желающие, энтузиасты у нас в основном ребята с Якутии. В последнее время очень много силовиков, то есть парни с МЧС, парни военные занимаются этим, потому что вид спорта слишком такой простой, непритязательный. В простых условиях можно вполне заниматься и прогрессировать. В преддверии будущих соревнований приморские масс-рестлеры ждут пополнения в своих рядах. По их словам, заниматься этим видом спорта может любой желающий, даже с детства. А так как тут и экипировки практически никакой не требуется, то единственным условием для старта является только уверенность в своих силах. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорт на восьмом.